Важно, потому что живем вместе в одном городе, важно, потому что мы христиане и важно, потому что у каждого из нас огромный потенциал, которым мы можем поделиться и действовать сообще, сделать очень много хорошего. Тут, конечно, можно развивать это все в каждом направлении, но я бы начал с этого общечеловеческого момента. Живем вместе в одном городе, горожане одного города, живем на одной земле, и вот хорошо было бы, чтобы мы друг друга уважали, чтобы мы дружили, чтобы нам было хорошо вот в этом городе. То же самое, что я сказал. Наоборот, мы должны узнавать друг друга, и это будет взаимным обогащением. То, что мы принадлежим разным церквям или там кто-то другой религии принадлежит, это очень часто сложившиеся обстоятельства, исторические, семейные, и здесь ничего не поделаешь. Один человек может принять решение и поменять свою веру, религию, а если смотрим на людей, на семьи, на поколения, это гораздо сложнее сделать. И поэтому мне кажется, что, наоборот, нам надо взаимно обогащаться. Лично я, когда встречаюсь с представителями разных религий, очень часто общаемся, спрашиваем, рассказываем о своих традициях, о своих обычаях. Для меня это обогащение, потому что многого этого я не знал. И знаете, и тогда, если мы друг с другом общаемся, узнаем друг друга, на самом деле перестаем верить во всякие истории, сплетни, которые где-то существуют в обществе, а говорим, а это неправда. Я знаю лично этого человека, и это не так. А скажите, что такое милосердие по вашему мнению? На самом деле это, я бы сказал, это часть нашей человеческой природы и часть нашей христианской природы. Это или даже основа нашего христианства. Милосердие — это практика любви, практика добра, которую на каждый день стараемся реализовать. Не говорить, а реализовать. Вот именно что милосердие — сугубо практическое дело. На самом деле я вырос в христианской семье, я вырос в христианской среде, и поэтому милосердие окружало меня с раннего детства. Я видел верующих людей, которые на каждый день умели приходить с помощью нуждающимся. То, что касается, и тоже милосердие, оно имеет различные проявления. Где-то помогаем материально, где-то помогаем, скажем, духовно, психологическая поддержка. Это тоже милосердие. Даже мне очень понравилось в прошлом году, в начале Великого Поста Папа Франциск, когда говорил про милосердие, он обратил внимание на то, что частью милосердия является время, которое дарим человеку. Что не только отмахиваемся неким коротким действием, чтобы якобы успокоить свою совесть, а если хотим помочь, скорее всего, придется потратить больше времени, чтобы наклониться над человеком, может быть, услышать его, может быть, понять его настоящие нужды. И это тоже часть милосердия. А то, что такой яркий пример, я скажу про негативный пример, свой личный, про свою ошибку, которую я совершил. Однажды у меня была назначенная встреча, я бежал, чтобы не опоздать на эту встречу. И пришел человек, у которого, очевидно, были проблемы, и который очень сильно хотел поговорить. И он мне говорит, ответ, Владимир, нужно поговорить. Я в этой спешке сказал, «Вадим, не сейчас у меня люди». Я употребил такие слова. Лишь три года спустя этот человек мне сказал, «Я тогда почувствовал, что я не человек для вас, да». И знаете, эти слова, настолько глубоко они запали в мое сердце, я даже неправильно выразился. Может быть, если бы я сказал, «У меня назначенная встреча, я сейчас не могу», было бы по-другому. А я вот сказал именно так, «У меня люди». И человек, вот почувствовал это как, ну вот именно так, «Я не человек для вас». На самом деле нет. Отзывается, знаете, на конкретные нужды людей. Что, если что-то надо сделать, и я вижу, что это действительно важное дело, я всегда откликнусь. Или сам каким-то образом включусь, или, может быть, вопрос в том, чтобы организовать людей. Потому что не всегда ведь возможно самому всем заниматься. А вот именно какая-то поддержка. Поэтому тут конкретные нужды. То, что вот действительно надо помочь человеку, который сам не справляется. Вот на это и откликаюсь. Конечно, есть приятные моменты, когда вот есть дети, которые благодарят, где-то там вот. Но это, знаете, мне кажется, что как раз в вопросе милосердия не стоит нам руководствоваться такими поверхностными элементами. И практика жизни говорит, не жди благодарности. Вот когда будем делать милосердие, не ожидая, что кто-то нам скажет спасибо, тогда никогда не огорчимся. И никогда вот это милосердие не будет для нас трудным делом. А если мы оглядываемся на благодарность, да вначале уже, наверное, споткнем, скажем, какое-то искушение придет. Я думаю, что это, если говорим о вере, это милосердие является непосредственной связью с Богом. Заповедь любви Бога и ближнего, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, разумением, душою своей, а ближнего своего, как самого себя. И Христос однозначно соединяет эти две заповеди в одну. Поэтому невозможно развиваться духовно, забывая о милосердии. Невозможно поднять взгляд на него и говорить, что вот, я набожный человек, моя вера сильна, и одновременно не видеть того, что вокруг нас происходит. Это значит, что мы не до конца переживаем свою веру. Бог дал нам душу и тело, и их не разорвать. Поэтому здесь, мне кажется, вот в этом духовном нашем росте как раз есть это духовное измерение, обращенное к Богу, его практическое измерение, которое, с общения с Богом, выливается потом вот именно это наша доброта, наше сострадание вот здесь, в нашей конкретной жизни. Я думаю, что если я буду добрым и сострадательным человеком, я буду жить по совести. И моя совесть и это стремление к добру приведет меня к Богу. Как? На каких путях? В какой момент? Это не нам судить. Но я глубоко верю в это, что человек, который стремится к добру и помогает, проявляет практическую любовь, это человек, который напрямую стремится к Богу. Даже если он называет себя атеистом, неверующим, пусть он называет, как хочет. Это не в названиях суть, а Бог найдет способ, чтобы до этого человека достучаться. Однозначно. В плане богословия, я думаю, что на протяжении уже получается тысячелетий люди мудрые, образованные, общались, вели переговоры, и сложно найти единый путь, в котором мы объединимся и создадим одну церковь вновь, единую христианскую. А вот милосердие, это тот момент, в котором как раз там нет разногласий. Потому что, делая милосердие, я думаю, что мы не должны начинать с вероисповедания. Я делаю милосердие не потому, что я католик, а я делаю милосердие потому, что я человек. И также, мы не должны спрашивать, кто ко мне приходит. Член моей общины, верующий человек. Приходит тот, кто беспомощен. Тот, кому нужна помощь. И как раз, вот я думаю, что в этом плане мы можем действовать сообща, потому что мы не будем спрашивать друг друга про вопросы веры, не будем устраивать богословские дискуссии, а просто будем помогать. Когда надо человека накормить, только надо его накормить. все, и там нет вопросов. А еще при этом придумать, как сделать, чтобы этот человек с временем сам начал отвечать за себя. Не только приходя и протягивая руку к нам, а вот именно, чтобы его довести до такого момента, что я сам могу за себя побороться. Я думаю, что как раз вот в такой реальной работе как раз эти разные вероисповедания не будут никакой помехой, никаким препятствием. В церкви находятся люди, ее создают люди, а люди это в том числе и грех, и слабость. На самом деле этих проявлений, негативных проявлений гораздо меньше, чем проявлений милосердия. Только разница между злом, между грехом и милосердием такова, что милосердие, оно очень часто невзрачное, оно непривлекательное, оно просто тихое. Зачастую вот как раз мы творим милосердие и не афишируем этого. А хватит один негативный такой яркий пример, и он зальет сейчас экраны телевизоров, он зальет сеть в интернете, и об этом услышат все. А об этом, что мы помогаем хотя бы матерям, одиночкам, поддерживаем женщин, которые колеблются родить ребенка или нет, помогаем голодным, кого это интересует. А вот грязь, скандалы, к сожалению, они более интересные, ну в кавычках, если так скажем. если посмотрим на историю однозначно, и мне кажется, что то, что касается церкви, церковь должна смотреть на людей и смотреть на время. Нельзя быть теоретической церковью, а вот именно это все должно иметь связь с реальной жизнью, реальной жизни людей, которые в церковь приходят. А это само собой направляет нас, фокусирует в направлении милосердия. Я не считаю, что мы сейчас находимся в таком положении, что уже достигли цели и можем сидеть довольными, что вот все уже сделано. На самом деле еще далеки от этого момента, чтобы сказать, уже закончили работу. Даже нынешний папа, он шокирует своими высказаниями. Он шокирует, потому что он показывает на то, что мы слишком мало помним про нищих людей, про одиноких, папа обращает внимание на стиль жизни священников, что братья, наверное, не всегда идете в правильном направлении. Давайте как-то ближе к народу, давайте как-то ближе к людям. Есть такие моменты, в которых на самом деле мы должны помнить о том, что церковь должна служить людям. Здесь, конечно, надо сохранять какую-то золотую середину, потому что вопрос не в том, чтобы сейчас церковь начала раздавать материальные блага всем, потому что это не помощь. Это на самом деле не помогает людям, а как-то выстраивает такое ижедренческое проявление у людей. Мы должны действительно творить, жить милосердием, творить милосердие, и я бы сказал, знаете, творя милосердие, получать милосердие, потому что эти наши благополучатели, они иногда нам дают очень много, и об этом мы не должны забывать, потому что в этих людях зачастую находится житейская мудрость, они открывают в нас иногда такие, знаете, такие ниши где-то в глубине души, о которых мы сами не задумывались, а человек, который столкнулся с реальными проблемами, человек, который знает, что такое быть голодным, человек, который действительно имеет проблемы, и эти проблемы его как в тисках держат и не отпускают, он сможет многому научить. Иногда люди спрашивают, откуда вы это знаете, когда я где-то говорю проповедь, или где-то общаюсь с людьми, откуда знаю, ну вот наверное благодаря общению с людьми, а проповедь я говорю как раз не людям, а я говорю себе, я делюсь одновременно с теми людьми, кто пришел вот этими своими размышлениями, но это на самом деле тоже наставления, которые касаются меня, если потерять эту связь с народом, мы тогда начинаем закрываться, а тогда негативные явления они начинают усугубляться в нас, внутри церкви, мы делаем фокус не на то, на что должны делать, невозможно любить Бога, которого не видим, если не любим ближнего, который рядом с нами, мне кажется, вот это, вот такое направление церкви, которое должно быть таким, без милосердия, она никогда не будет церковью, полностью, до конца. Надо освободиться от эгоизма, надо освобождаться от гордыни, мы сейчас живем в обществе, которое наоборот, оно создает некую модель человека-эгоиста, человека, которому никто не нужен, а человека, который должен сам стремиться к самостоятельности, у меня все есть, я хороший, красивый, вот никто мне не нужен, и вот эта модель, она как раз противоречит модели христианской, модели, в которой любовь и уважение занимает центральное место, поэтому я бы сказал, что современный человек, приходя в церковь, он как раз должен как-то излечиться от этого мирского такого характера, который вот сейчас нас окружает, это тоже дар от Бога, если мы будем приходить к Богу, я уверен в это, что мы будем тоже этот процесс исцеления, он будет происходить, мы самостоятельно этого не сделаем, это вот очередное заблуждение, которое где-то существует, что мы иногда так говорим, что я обратился к Богу, но, наверное, не совсем самостоятельно, все-таки Господь тебе в этом помог, также и вот сострадание, это милосердие, мы сами не взрастим в себе этих качеств без Божьей помощи, здесь наоборот, если мы будем общаться с Богом, молиться, если мы будем искренне приходить в церковь, вот этот процесс будет происходить каким-то образом самостоятельно, я даже не знаю, как объяснить, потому что мы не знаем этот механизм, как это все происходит, но, знаете, общение с Богом, оно как вода, которую приходим, чтобы обмыть руки, вода же не остается у нас на руках, но она сделала свою задачу, и также вот наше общение с Богом, наша молитва, мы ее не заметим, потом не видим конкретно, вот, что вот это осталось, и я могу это посмотреть, но вот как раз будем смотреть по плодам своей своей жизни. Знаете, и тогда понимаем, что мы ни в чем не лучше тех людей нуждающихся, слабых, обездоленных, мы такие же люди, и мы также нуждаемся в помощи. Я бы сказал, что как раз милосердие оно ставит нас в таком положении, где ощущаем, мы сами нуждаемся в Божьей помощи, мы не самостоятельные, приходит момент, когда мы чувствуем, прямо видим, что ничего больше сделать не можем, и вот тогда этот крик души «Господи, помоги!» И Господь зачастую к нам присылает человека, не должен сразу творить чудеса, а вот именно присылает человека, чтобы нас поддержать, и этот человек окажет нам милосердие, он посвятит нам свое время, он нас выслушает, он нам ответит, он нас поставит на место, может быть, он откроет нам глаза на что-то, вот именно, и таким образом, мне кажется, мы понимаем, что действительно все мы живем, как вы сказали, плывем в одной лодке, и мне кажется, что вот, еще вернусь к предыдущему вопросу, вот о этом преображении, что мы нуждаемся в милосердии, знаете, вот как раз потому, что сколько бы у нас ни было материальных благ, они нам счастья не дадут, они нам счастья не дадут, а когда мы научимся этим делиться, вот тогда мы увидим, насколько глубже радуемся этими благами, вот и как раз говоря о милосердии, о том, что мы должны жить этим милосердием, мне кажется, что это как раз путь воспитания будущих поколений, это вот как раз вот в дело милосердия мы должны включать детей, самых маленьких, самых молодых, чтобы вот именно таким образом у них зарождался этот путь, это стремление творить добро, помогать другим. Как и любой другой человек, искренний и искренне верующий, и тогда этот человек будет любить и уважать Всевышнего, будет набожна молиться, исполнять все практики, этот человек никогда не совершит зло, потому что ислам это религия семейная, это религия мира, а то, что мы знаем про священную войну, там же в Коране есть четкое предписание, что если условия мира предложены, если попытки вот мирным путем разрешить конфликт не помогают, вот тогда это как крайняя мера, но это же и Христос сказал, что мы должны мириться с соперником своим, что мы должны искать согласие, чтобы защищать себя. все то, что в других церквях, я всегда начну с искренности и из общения с Богом, вот если мы говорим про церковь, это не внешнее проявление, это прежде всего вот именно эти внутренние искреннее общение с Богом, а это сразу тянет за собой много различных последствий, это значит и личное раскаяние в своих прегрешениях, в своих ошибках, это изменение своей жизни, это как раз и любовь и уважение к другим людям, это милосердие, но эти элементы, я бы сказал, они общие для всех религий, всех вероисповеданий, и вот таким образом не останавливаемся на внешней оболочке, потому что любые внешние проявления веры, традиции, общие молитвы, церковные богослужения, это на самом деле мое личное общение с Богом вместе с общиной, если этого не будет, тогда получится некий формализм, а это нехорошо ни для одной религии. невозможно оторвать душу от тела, знаете, принадлежность к религиозной общине без милосердия, она будет пустой, это то, что апостол Яков говорил, что нельзя иметь веру без дел, что покажи ну просто без поступков конкретных, значит без милосердия, невозможно верить в Бога, потому что мы разделяем эту заповедь любви Бога и ближнего, как будто две отдельных, если я выбираю любовь к Богу, ну как я могу пренебрегать человеком, это невозможно, а в свою очередь, я говорю, творить добро, творить милосердие, это приводит всегда к Богу, потому что иначе это может быть пустой активизм, где суть в том, что помогая, мы не должны только протягивать этот кусок хлеба, как говорится, а на самом деле мы должны протягивать милосердие, давая человеку кусок хлеба, мы должны давать ему надежду, мы должны давать ему ощущение, что меня уважают, кто-то меня заметил, кто-то вот, это уже больше, чем просто одни дела милосердия. Можно, я говорю, что я верю в это, что милосердие, если оно искренне тоже переживается, оно всегда приведет нас к тому духовному, к той духовной составляющей, и даже если это делает атеист, и он позиционирует себя так, как человек неверующий, он прикоснется к тому, чего не понимает, а там уже, это уже пусть Господь с ним разбирается по своим каналам, если так по-современному можно сказать. Это неполное христианство, я бы сказал, потому что милосердие не всегда обозначает участвовать в неких структурах, в которых помогаем людям, а милосердие начинается со своей семьи, я возвращаюсь домой, и очень часто мое поведение и мои взаимоотношения с самыми близкими и родными людьми показывают, насколько я христианин, может как раз вот то, что я прихожу в церковь, оно должно как-то преобразовать вот эти семейные отношения. Это потом отношения с соседями, отношения с коллегами на работе, с однокурсниками, одногруппниками среди молодежи. Вот всегда церковь должна иметь конкретное отражение, вот эта вера должна иметь конкретное отражение в жизни. Вера не должна заканчиваться на пороге храма, потому что тогда действительно это неполное христианство. А если она формирует мою жизнь, вот тогда она является, милосердие является продолжением этих церковных наших дел и традиций. он, находясь в затворе, не находится без людей. В духовном плане он участвует гораздо сильнее и глубже в делах людей, чем нам кажется. Закрытый в затворе монах — это не человек, который избежал от мира, не спрятался от людей. Это человек, который окунул себя в духовную жизнь, чтобы быть еще сильнее в делах тех людей, которых, может быть, физически не видит, но как раз молясь о них, он участвует вот в этих делах. И как раз такая суть этого монашеского посвящения, где зачастую это люди, которые, знаете, нам кажется, что они оторваны от мира. Они знают гораздо больше, вот потому что люди просят молитв, и вот эти монахи, якобы, не общающиеся ни с кем, они как раз очень глубоко сидят укоренены в этих человеческих проблемах, молясь о них просто. Ну, это как раз и я бы сказал, это искреннее высказывание на тему христианства. если мы хотим быть свидетелями Христа, значит, мы должны быть свидетелями христианства как образа жизни. Христианство это не философия, христианство это не идеология и не некий набор религиозных жестов и традиций. Христианство это жизнь. И как раз это высказывание людей, я бы сказал, что это то, что они искренне сказали свои ощущения. А для нас это укор. Потому что вот это не только касалось тех миссионеров, я думаю, что это касается всех нас. Если бы мы искренне жили по-христиански и вот эта христианская любовь и милосердие, она бы ощущалась в нашей жизни, если наша любовь ко Христу была бы ощутима в нашей жизни, то сейчас весь наш город был бы христианским. А это говорит об этом, что мы далеки еще, к совершенству нам еще далеко. И это стоит еще работать над собой. Вот именно не других обращать, а себя начать. И это тоже научит нас принимать людей, которые думают и верят иначе. Потому что мы этих людей не заставим. Их можем пригласить, их можем обогатить, но насильно их не сделаем христианами. Но может быть на данном этапе Бог тем людям дает вот такой путь. Кто-то будучи буддистом стремится к Богу, спасает Бог не мы. И поэтому вот кто-то будучи буддистом, мусульманином, он придет к Господу и Господь к нему отнесется индивидуально. Не будет судить по нашим меркам этого человека, а будет спрашивать про его жизнь, про его совесть. Вот как раз про его милосердие тоже я думаю. Спасибо за субтитры Алексею!